Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре по замечательному отелю тайскому Тималай. Перед тем, как я начну, давайте мы еще раз на всякий случай проверим звук, хорошо ли меня слышно. Оксана, спасибо. Первое поставили плюс-плюс. Ольга, Светлана, тоже спасибо большое. Все, тогда давайте начинать. Несколько слов скажу. Для начала, давайте я полностью представлюсь. Меня зовут Ирина Иванова. Я сегодня расскажу вам про отель Тималай. Работаю я в компании Onlink Services. Onlink Services это представительская компания, которая представляет интересы таких гостиничных брендов, как Six Senses, Abiroy, Pimalaya, Raya Wabi и Sun Resorts на рынках России и стран СНГ. И сегодня наш вебинар будет посвящен как раз одному из этих отелей. И на всякий случай еще скажу, у нас на сайте очень подробно дана информация обо всех отелях, которые мы представляем. Также мы всегда делаем рассылку новостную. И вы можете на сайте onlink-services.com подписаться на нашу рассылку. И мы будем направлять вам наши новости. Сразу скажу, мы не спамим, направляем только самое нужное, самое важное, обновление отелей, наши новости, новые клиенты, кто у нас появился, специальные предложения. То есть именно то, что вам будет нужно и полезно в работе. И разрешите мне еще представить Светлану Переденчук, мою коллегу. Она здесь сейчас с нами. Она очень-очень сильно нам поможет сегодня, будет направлять все ссылочки, будет помогать с какими-то вопросами. И, кстати, сразу скажу, у вопросов у нас здесь нет отдельной вкладки «Вопросы». Вы их пишите, пожалуйста, либо в общем чате. Те, которые небольшие, я буду озвучивать и отвечать на них. Если вопросы объемные, то пишите их, пожалуйста, на нашу общую почту teamsobachka.onlingservices.com. И мы с коллегами обязательно их прочтем и вам развернуто ответим на них. И, кстати, вот просили передать привет Нарже с нашим руководителю. Обязательно передадим с радостью. И давайте, может быть, получше познакомимся с вами. Скажите, пожалуйста, кто из какого города? Вот интересно, кто нас слушает, какие города, кто откуда подключился. Москва, Тюмень. В Тюмени была несколько раз. Воронеж, Калининград, Александров, Ташкент. В Ташкенте мечтаю побывать. Тула, тоже знаю. Ростов, снова Калининград, Астрахань. Омск, снова Москва, Екатеринбург. Слушайте, какая большая география. Прямо вся страна слушает. Спасибо большое, что подключились, присоединились, нашли время. Кстати, время у всех разное. И разница во времени не станет существенная. Еще раз спасибо. Ну и давайте, пожалуй, начнем. Перед тем, как начнем, немножечко вас завлеку. Попрошу дослушать все-таки до конца, потому что в конце нашего вебинара будет небольшое объявление. Татьяна из Киева. Здравствуйте. И Киев с нами. Очень рады. И перед началом, возможно, кто-то еще сейчас будет подключаться. Давайте посмотрим небольшое видео. Практически вживую увидите остров, наши красивые пейзажи. Таким образом постараемся вас завлечь. Итак, я включаю видео. Смотрите, какая красота. И вы уже видите номера, которые прямо рядом с пляжем. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Коллеги, спасибо большое за ваши отзывы. Очень приятно. Кристина, да, в наших с вами условиях, правда, очень сложно работать. Видим много красоты, таких замечательных пейзажей, прекраснейших отелей. И, правда, на чем-то другом очень сложно сосредоточиться. Анна, спасибо, да, видео действительно невероятное. Я пересматриваю его уже много-много раз. И самим тоже очень нравится. Ну, вживую это все, конечно же, вы понимаете, гораздо красивее. Да, Любовь, спасибо. Итак, давайте начнем. Переходим мы к самому отелю. Сразу вы видите большой белый пляж. И бухта, в которой расположен отель, называется Бакантьян. Сама бухта находится на острове Ланта. Ланта состоит как бы из двух частей, двух островов. Ланта-Ной и Ланта-Яй. Наш отель находится на Ланта-Яй. Итак, где же этот остров расположен? Расположен он в провинции Краби. И от аэропорта Краби до нашего отеля 70 километров. Также можно добраться от острова Пхукет. Вы видите, пунктиром выделено на экране. И хоть эти 70 километров гости преодолевают и по земле, и по воде. Я сейчас поподробнее расскажу, как. Пусть вас это не пугает. Почему? Потому что отель предоставляет трансферы совершенно бесплатно. Естественно, если трансферы производятся на автомобилях и на лодках, именно отельных. Смотрите, ваши гости прилетают в аэропорт Краби. И оттуда приблизительно 50 минут до пристани едут на автомобиле. И далее такое же время, около 50 минут, на лодке плывут до острова. Автомобили и лодки, трансфер сделан так, что он ходит 6 раз в день. В одну и в другую сторону приблизительно каждые 2 часа. И здесь такой посыл есть. Лучше рекомендовать своим клиентам утренние либо дневные рейсы в связи с чем? В связи с тем, что наши лодки не плывут в ночное время. То есть на них осуществляется трансфер именно с 6 утра до 6 вечера в дневное и светлое время суток. Как, в общем-то, это часто и бывает. И эти трансферы, да, они бесплатные. Если ваши гости прибывают поздно, наш отель доставит гостей к себе, либо от себя в аэропорт в любое время. Только за ночной трансфер, при котором придется арендовать уже паром, будет доплата. Соответственно, мы советуем прилеты и вылеты. Ну, вылеты можно в вечернее время осуществлять и днем уплыть и уехать в аэропорт. А прилеты лучше в утреннее или дневное, чтобы попасть на трансфер и не приходилось арендовать паром. И, соответственно, трансфер получился бесплатным. От Пхукета тоже к нам можно добраться. На это уйдет немножечко больше времени, около 4 часов. Поэтому мы всем рекомендуем все-таки крови. Как показала практика, всем гостям это гораздо удобнее. И идем дальше. Вот здесь на этом слайде отмечена в деталях дорога, как вы доезжаете на машине до пристани. От пристани плывете до отеля. Вы эти детали можете посмотреть также у нас на сайте. У нас прикреплен этот документ. Вопрос, я вижу, какая доплата за паром. Доплата за паром составляет порядка 4000 бат. И, естественно, эту стоимость нужно всегда утащать, потому что, вы понимаете, цены, бывает, меняются. Поэтому при запросе всегда ее дополнительно узнавать. Это действительно я озвучила. И здесь мы видим уже, как лодка прибывает на наш пирс, на наш белоснежный пляж. И вот такое вот голубое, кристально чистое море, Дандаманское море. И вот так выглядит пляж со стороны острова уже, если смотреть, не со стороны воды. Мелкий белый песок, прозрачная голубая вода. Действительно идеальное место для пляжного отдыха. Я сразу озвучу, где на пляже составляют 900 метров. И вы видите пляж, оборудованный с шезлонгами и зонтиками. И никакой доплаты за них для косе эффекта нет. Вот такой вот вид с высоты на наш отель. Практически с высоты пляжного полета. Это красные крыши, это крыши виллы и павильонов. И вот такой вот вид тоже на часть отеля. Вот эта дорожка небольшая, которую вы видите слева, это на самом деле дорожка, по которой ездят баги. Это все территория отеля. И за дорогой, с левой стороны, там будет стоять вторая часть вилл. Вилл, так называемые виллы hideaway. И это для тех, кто желает спрятаться и от всех убежать. Вижу вопрос, немало ли шезлонгов? Вы знаете, шезлонгов немало. Вот если вы сейчас присмотритесь, их довольно много все-таки. Смотрите, в отеле 121 номер. То есть вы понимаете, что гостей немного. И не все гости из России, европейцы, много европейцев. А европейцы, как мы знаем, предпочитают бассейны. Поэтому шезлонги даже не все заполняются. Да, еще вопрос. Отвечаю сразу. Вход в море пологий, сколько метров до глубины? Хотя бы примерно. Вход в море, да, он пологий. Сколько метров до глубины? Довольно сложно прикинуть. Вопрос, до какой глубины? Ну, допустим, метров, наверное, 40 будет до глубины 150. Вот так вот. Приблизительно так. Дарья, спасибо. Да, действительно, очень красиво. И часть вилл, вы видите, они расположены с пляжем рядом. Часть вилл подальше. Я сейчас расскажу немножечко по подробным категориям. Я не буду на каждой останавливаться. Мы понимаем, что в каждой категории есть кондиционер, халаты, тапочки, все необходимые приспособления для приготовления чая, кофе. То есть я не буду это говорить применительно каждой категории номера, но вкратце я их, естественно, озвучу и охарактеризую. Ирина, Юлия, добрый день. Вот так у нас выглядит план отеля. И здесь на плане то, что выделено в черные кружочки, это инфраструктура отеля, рестораны, бары. А те цифры, начиная от 100 и дальше заканчивая цифрами на 900, это все виллы. Вот вы видите, они с одной стороны и с другой стороны дорожки находятся. Вот те виллы, которые выше, как раз виллы хайдэвэй, а те делаксы, павильоны и виллы, которые ниже на плане, это те виллы, которые расположены, соответственно, ближе к пляжу. Это виллы, делаксы и павильоны. И идем дальше. Вот перед нами как раз базовая категория номера. Я прошу чечения, прерываюсь на комментарии. Ирина, да, про кушание мы тоже поговорим, этого у нас много. И вот Светлана направила, моя коллега Светлана направила вам ссылочку на карту. Итак, первая категория номера базовая, это делакс. Здесь мы их видим снаружи, видим экстерьер. И делаксы у нас расположены в таких небольших зданиях. И они есть на первом и на втором этаже. Площадь номера делакс составляет 48 квадратных метров. И у них, вы видите, есть собственная небольшая такая пирасса. И вот здесь мы видим делакс номер. Изнутри видим его интерьер. Все в светлых тонах оформлено. Таких природных, очень комфортных. По кроватям я сразу скажу. Есть номера с кроватями кинг-сайз. Есть номера с кроватями клин. Сразу скажу про номера. У нас нет смежных номеров, которые коннектятся. То есть нельзя присоединить спальню, так чтобы между ними была только дверь. Но у нас есть виллы с одной, двумя и тремя спальнями. И здесь, соответственно, большой выбор у гостей. Как для компании, так и для семейного размещения. Можно выбрать любой подходящий тип номера. И вот Светлана написала также письменно о том, что нет смежных номеров. Но следует спасибо. И вот так вот выглядит пирасса номера делакс с видом на море. И, кстати, обращу ваше внимание, категории делакс, павильоны и часть вилл, они расположены как раз ближе к морю. А категории hideaway, но они говорят сами для себя, это те виллы, которые расположены немножечко подальше. Ольга к нам присоединилась еще. Ольга, добрый день. И вот такой Bayfront Deluxe Room. Здесь по названию понятно, что этот номер стоит ближе к воде, ближе к морю. Павильоны. Это следующая категория номеров. Они уже побольше. Они побольше по площади. И павильоны у нас стоят также ближе к пляжу. И по квадратуре павильоны составляют 110 квадратных метров. Вот так они выглядят изнутри. И мы видим через террасу номера, что до моря буквально несколько метров. И следующая категория это виллы. Как я уже сказала, виллы у нас есть совершенно разные. Есть виллы с одной спальней, есть виллы с двумя спальнями, есть виллы с тремя спальнями. И соответственно они различаются также по площади. Это номера от 150 квадратных метров. И самая большая вилла у нас 650 квадратных метров. И есть также виллы с частными бассейнами. А есть такие виллы, у которых на три номера один общий бассейн. Вот так вот выглядит вилла с бассейном с одной спальней. А вот здесь мы видим виллу с двумя спальнями. Они расположены по разным сторонам от бассейна. Две спальни одного номера. И вот также здесь мы видим кровати Twin. Соответственно, если у нас две спальни, у нас одна будет с кроватью King Size, а вторая будет с кроватью Twin. И вилла с тремя спальнями. Вилла на пляже. Мы видим, судя по названию, бич вилла. И она тоже с собственным бассейном. Вот так она выглядит внутри. Действительно, я сама сижу тоже и глотаю с тремки. Спасибо, Profi Travel. За эту возможность еще и с вами поделиться. Вот она вилла с бассейном. И вы видите бассейн панорамный с видом на море. И вот так вот она выглядит издалека. Можно сказать, такой вид со стороны. Утопает в зелени. То есть как будто у вас, ну у вас получается роскошные апартаменты в джинглях. И вот с другого ракурса этот же номер. Ну а дальше мы переходим к разным вкусностям. Уже кому-нибудь из участников хотелось об этом поговорить. У нас здесь большой выбор ресторанов и баров. Ресторан Seven Seeds. Вот с такой вот террасой открытой. Здесь у нас представленная кухня. И ресторан Spice and Rice. Это основной ресторан. Здесь сервируют завтраки. И здесь также кухня интернациональная. И очень много блюд местной тайской. Вот такая вот у него открытая зона с соломенной крышей. Наталья, добрый день. Вы, наверное, только что присоединились. Это курорт Пималай Resort and Spa. Остров Ланта. В провинции Крабин. Вот такой вот ресторан на пляже. Рак Талай с морепродуктами, с блюдами из свежайших морепродуктов. И системы питания. Елена, да, вопрос по системе питания. У нас есть завтраки и у нас есть хамот. Полупансион. И, конечно же, вины и погреб, где можно провести дегустацию. Естественно, можно заказать питание, ужин на вилле в приватной обстановке. Ну и, конечно же, мы не можем здесь обойти стороной романтические моменты, свадьбы. У нас отель расположен на западном подбережье. То есть отсюда открывается вид на закат прекраснейший. И, естественно, наши специалисты, консультанты по свадьбам все организуют, чтобы эта церемония запомнилась молодоженам в самых ярких, красивых, романтических красках. И остались незабываемые эмоции и впечатления. Светлана, спасибо большое. Друзья, вот моя коллега написала подробнее про систему питания. Где шведский стол, в каких ресторанах а-ля карт. И, Надежда, да, я вижу ваш вопрос по поводу приливов-отливов. Вот по практике все, кто был на Бали, после этого задают этот вопрос. Здесь нет каких-то существенных приливов-отливов, буквально плюс-минус, может быть, 10 метров. То есть вам не нужно будет километр идти до воды, до глубины. То есть все в порядке. И вот Светлана направила нам ссылку на свадебную брошюру, где вы подробно можете увидеть все предоставляемые услуги, свадебные пакеты. И ваши клиенты могут выбрать для себя наиболее подходящую. И вот такой можно устроить ужин при свечах. На фоне заходящего солнышка, красивого неба, на пляже, у моря. И вот еще несколько видов бассейнов. Бассейны Infinity, панорамные, с видом на море, с эффектом невидимого края. Ну и один из самых-самых приятных моментов – это наш спа-центр. Довольно большую территорию занимает. И здесь есть очень разные опции в плане процедурных комнат, комнат для проведения процедур. У нас есть, естественно, комнаты для пар. Есть комнаты одноместные. И есть у нас открытые зоны для проведения процедур. И вот такой вот открытый джакузи. Вот здесь перед вами как раз процедура проводится в открытой зоне, под открытым небом. И дальше немножечко поговорим о развлечениях. В отеле есть чем заняться и в отеле, и за его пределами. Сразу скажу, вот важный момент, я считаю. Когда вы выходите за пределы отеля, вы не оторваны от цивилизации, вам есть куда пойти. Рядышком есть небольшой городочек, можно прогуляться туда. Все это в пешеходной доступности находится, и не нужно никуда ехать. И для гостей, которым не хочется постоянно быть на одном месте, постоянно быть в отеле, можно сходить туда, погулять, посмотреть, где-нибудь посидеть. Далее можно устроить прогулку на велосипедах. И что еще очень-очень важно, перед вами как раз слайд прогулкой на велосипедах с различными видами спорта, это и катамараны, это и каяки, это и парасейлинг, и водные лыжи. И, естественно, на земле это тренажерный зал, бадминтон, теннис, волейбол. В общем, устроить можно практически все, что угодно. Не разрешены у нас здесь, аморизованные виды спорта. Сразу говорю об этом. И вот здесь слева вы видите пэдалборд, где с веслом вы пытаетесь удержаться на доске. Интересное такое мероприятие, развлечение. Ну и справа, конечно же, подводный мир. Вот это одна из самых важных, скажем так, составляющих этого места. Здесь есть куда съездить, поплавать с маской, с аквалангом понырять и посмотреть еще можно с каток манта. Перед вами сейчас последний слайд. Это слайд с нашими наградами. Еще момент скажу, он также озвучит, что отель входит в Small Luxury Hotels. И ни к каким цепочкам, ни к каким сетям он не относится. Чтобы узнать об отеле поподробнее, вы можете посмотреть информацию на нашем сайте. onlink-services.com в разделе коллекция отелей. Там выложено описание отеля Pimalaya на русском языке со всеми подробностями, с расписанием трансферов, со всеми вкладками по SPA, это SPA меню, с карты отеля, с ресторанами и так далее. Очень-очень подробно. Далее, если вы подпишетесь на нашу рассылку на сайте onlink-services.com, то мы, естественно, будем направлять вам новости, наше обновление, обновление, которое происходит в наших отелях, социальные предложения, пожалуйста, подписывайтесь. Еще раз повторюсь, мы не спамим. И далее, еще хотела поставить видео, снова посмотреть его для тех, кто присоединился к нашей презентации позже. Еще раз показать эти замечательные пейзажи, красивые картинки, наш потрясающий отель, незабываемый подводный мир. В общем, все это здесь можно будет увидеть. И давайте его еще просмотрим, и потом я к вам вернусь на несколько слов. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Часть из вас уже посмотрела его в начале, сейчас, если у кого-то оно не включилось в конце, давайте я сейчас сделаю объявление, после чего еще раз запущу видео. И даже если у вас не получится его просмотреть со своего компьютера, да, его можно будет найти и на сайте, и давайте переходим к следующему этапу. Я хотела объявить о викторине, которую мы сейчас начнем. Вот Светлана, кстати, направила ссылку на видео, где его можно посмотреть. И Наталья, опоздали, ничего, сейчас я все рассказываю. Итак, у нас проходит викторина, объявляем ее начало. Викторина по отелю Пималая. Если вы правильно ответите на 10 вопросов об отеле, Светлана моя коллега сейчас направит ссылку на викторину, то победитель будет объявлен 12 сентября через неделю на Фейсбуке в 12 часов. Подписывайтесь на наш аккаунт OnLink Services на Фейсбуке и победитель получит приз. Это ароматический набор, это саше, соль для ванны, ароматическое масло. Это набор от Пималай, будет специально для вас. И вот Светлана направила ссылку на викторину. Теперь я вас сориентирую, где найти ответы. Вы можете посмотреть на сайте fymalai.com всю информацию об отеле, чтобы правильно ответить на вопросы. Там она представлена на английском языке. На нашем сайте onlinkservices.com в разделе коллекция отелей вы выбираете отель Пималай Резорт и Спа. И в этом разделе дана очень подробная информация о Пималае на русском языке. И там же есть вкладки со спа-процедурами, спа-меню, развлечения, виды спорта. Все это будет в вашем распоряжении. Их можете смотреть, читать, изучать и отвечать на вопросы викторины. Еще раз напомню, чтобы получать наши новости, можно подписаться на рассылку на нашем сайте onlinkservices.com. И все обновления, специальные предложения последние, все это будет приходить вам в почту. Коллеги, возможно, я упустила какие-то вопросы, которые были сейчас в чате. На всякий случай, еще раз озвучу. Если кому-то не ответила, то направьте, пожалуйста, свои вопросы на нашу общую почту, которую Светлана уже указывала. Это team.sobachka.onlinkservices.com. И мы обязательно на них ответим. Для тех, кто подключился к нам позже или не смог просмотреть видео, я сейчас направлю видео, подключу, то есть видео еще раз. И вы его посмотрите. Либо можете посмотреть его по ссылке, которую нам направила Светлана. И вся информация на официальном сайте pimalaya.com либо onlinkservices.com в разделе коллекции отелей Pimalaya Resort & Span. Спасибо вам огромное за ваше время, за внимание, за очень положительные отзывы. Нам очень приятно, что вам нравится продукт, что вам он интересен, нам приятно его представлять. И мы будем рады вашим вопросам, запросам. Обращайтесь к нам, пожалуйста. Будем вас информировать и вам помогать. Спасибо вам большое. Включаю видео и на этом прощаюсь с вами. Благодарю вас. Всего хорошего. Всем отличного дня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...